К другим темам. Бывшая воспитательница детского сада, в котором в декабре прошлого года на игровой площадке задохнулась 4-летняя девочка, сегодня предстала перед судом и впервые после трагедии встретилась с родителями погибшего ребенка. Женщину обвиняют в грубом нарушении должностных инструкций. По предварительным данным, в момент трагедии она отвлеклась на игру в мобильном телефоне. Из зала суда Мария Черешнева. Подобных трагедий в Новосибирске еще не было. Напомню, 7 декабря во время прогулки в детском саду погибла 4-летняя девочка. Она просунула голову между ступенями игровой горки и задохнулась. Сотрудники детского сада пытались оказать первую помощь, но тщетно. Сегодня на скамье подсудимых воспитатель Кристина Киробян, та самая, которая по какой-то причине не уследила за ребенком. Есть информация, что она не видела, как все произошло, потому что была увлечена играми в мобильном телефоне. Ее обвиняют в грубом нарушении должностных инструкций. Сама подсудимая давать показания и какие-либо комментарии пока отказывается. По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего использования лицом своих профессиональных обязанностей». Это подразумевает наказание в виде лишения свободы до трех лет. В случае с Киробян смягчающих обстоятельств нет. Есть одно отягчающее, ведь погибла несовершеннолетняя. Родители погибшей девочки до сих пор не верят, как такое могло случиться. Тем более, что в момент трагедии на площадке гуляли еще четыре группы и за детьми смотрели в общей сложности пятеро взрослых. «Они хотят сослаться, что горка виновата. А то, что ребенок висел и мучился, и еще после того, как ее на вахту принесли, она мучилась, то это, наверное, они во внимание не берут. Но от того, что даже бы она не соответствует... Если бы она оказалась своевременно рядом, то этого бы не произошло». Между тем, отзывы о работе Кристины Киробян сплошь положительные, никаких нареканий. Сразу после происшествия воспитательницу уволили. Сейчас она работает кассиром в сети общественного питания. Кстати, горку, на которой произошла трагедия, пока не демонтировали. Она до сих пор находится на территории детского сада. Но доступ детей к ней ограничен. Решение о сносе пока не приняли. Мария Черешнева, Константин Стремаусов. Новости здесь, Новосибирск.